Профсоюзные организации республики должны быть вовлечены в реализацию приоритетных программ. С членами регионального союза Чуваш Ресовпрофа сегодня встретился временный исполняющий обязанности главы Чувашии. В их компетенции защита прав работников и охрана труда на предприятиях. В рядах профсоюзов республики состоят более 100 тысяч человек. В каждом муниципалитете созданы координирующие советы, благодаря которым разрешаются спорные вопросы. 71 районная и городские администрации, 1337 первичек. Это вот в стольких организациях у нас есть профсоюзы, действуют профсоюзные организации. Условия труда должны улучшаться и это задача каждого работодателя. Только в прошлом году члены профсоюзов республики совместно с правоохранительными органами выявили более 2000 нарушений законодательства. Там, где профсоюзы работают активно и систематизировано, мы видим, что и права трудящихся защищены. Там и коллективные договора заключаются все временно, обязательства со стороны работодателей выполняются соответствующим образом. Усилия необходимо объединять, подчеркнул Олег Николаев. Совместная работа органов власти с профсоюзами должна быть нацелена на социально-экономическое развитие региона во главе угла повышения доходов. По итогам 2020 года мы на 12 месте по Привовскому федеральному округу из 14 регионов. Не просто там средний заработок на плату, а все-таки уровень доходов в целом для населения. Если начать с коммерческого сектора, здесь очевидно мы должны заниматься целью, скажем так, развития экономики. А для того, чтобы экономика развивалась, очевидно, бизнесу нужны определенные благоприятные условия. Одна из последних инициатив временно исполняющего обязанности главы региона – индексация заработной платы работникам пожарной охраны. Большая дифференциация, потеря для здоровья и жизни очень большой. Половина обслуживает федеральное МЧС, половина – наши. И здесь идет очень большая серьезная дифференциация оплаты труда, хотя, в принципе, они выполняют одну и ту же задачу. Прибавка будет существенная. Мы пока в рамках этого уточнения предполагаем увеличить им заработную плату на 5000 рублей. В организации профсоюза работников автомобильного транспорта подняли вопрос безопасности перевозок. Есть еще инструкции для распоряжения Минтранса об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при отчислении перевозок пассажиров и багажа в гаражи у некоторых частных перевозчиков прекрасно есть, а большинство не имеет. Очевидно, то, что для перевозчиков необходим специализированный сервисный комплекс. Именно таким образом надо было организовать деятельность Чуваши Автотранса как инфраструктурный сервис на организации. Это надо было делать давно и в рамках обеспечения, реализации стратегии транспортного обеспечения. Эти задачи, они поставлены. Мы над ними уже начали работать. Я это просто сам наблюдаю, как люди, которые перевозят пассажиров, ну, скажем так, очень грубо и нагло нарушают вообще правила дорожного движения. Все вопросы членов профсоюза республики, временно исполняющие обязанности главы региона, взял на контроль. Дмитрий Ковалев и Павел Редков, Республика.